Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Перестановки в правительстве региона продолжаются. Сергея Карпова назначили на пост министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Бюджет будущего года стал главной темой заседания Городской думы Самары. Какие суммы запланированы на 2025 год и какие направления окажутся в приоритете. До оплаты имущественных налогов осталась неделя. Напомним, кто и за что должен платить. Сегодня в Самаре с рабочим визитом находится глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Они обсудили обеспечение пожарной безопасности региона. Глава МЧС отметил, что та инфраструктура, которую сегодня увидели, отвечает самым современным требованиям. И можно быть уверенными, что в случае необходимости безопасность будет обеспечена на самом высоком уровне. Также губернатор рассказал, что в Самарской области построят три объекта сортировки отходов мощностью 175 тысяч тонн в год. Они будут находиться в Большечерниговском, Кенель-Черкасском и Хворостянском районах. Перестановки в правительстве региона продолжаются. Сергея Карпова назначили на пост министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Ранее он работал в Республике Крым и возглавлял федеральные казенные учреждения, Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород. Сегодня стали известны имена лауреатов премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2024 год. Уже в четвертый раз лауреатом данной премии стал председатель Самарской губернской думы Академик Ран Геннадий Котельников. Подробности в нашем сюжете. В четвертый раз лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники стал председатель Самарской губернской думы Академик Ран Геннадий Котельников. Высокие государственные награды в Москве вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Никогда не бывает созидания или изобретения быстрым. Это всегда плод размышлений, плод авторской работы. Все созидательные программы, они всегда и научные, и технологичные. Поэтому сегодня, вручая премии правительства области науки и техники, для меня огромная радость сказать спасибо вашим трудовым коллективам. Тематика научной работы коллектива авторов под руководством спикера регионального парламента чрезвычайно актуальна. Она связана с внедрением в практику индивидуальных эндопротезов, произведенных Самарским государственным медицинским университетом. Обычно медики проводят целый ряд оперативных вмешательств, подгоняя пациента под эндопротез. Мы сделали все в обратном направлении, используя 3D-моделирование и все новые подходы. Мы сделали, что эндопротез заранее готовится к каждому персонально больному. А это же импортозамещение, это раз. Сейчас же мы эндопротезов в импортах практически не получаем. Это раз. Во-вторых, это технологический суверенитет страны. Такие эндопротезы уже получили около 1200 больных. В результате их применения на треть уменьшилось число осложнений. Виктория Шарая, События. Работайте так, чтобы не было стыдно перед жителями, подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков на общегородском совещании в администрации Октябрьского района. В рамках совещания дорожным и коммунальным службам разъяснили ответственность за ненадлежащую уборку территории, в том числе внутриквартальных и дворовых территорий. Подробности в нашем сюжете. Готовность Самары к зиме, уборке и вывозу снега обсудили на общегородском совещании под руководством временно исполняющего полномочия главы Самары Ивана Носкова. В совещании приняли участие заместитель прокурора города Артем Телегин, представители профильного департамента, районных администраций, ресурсоснабжающих компаний, дорожных и коммунальных служб, а также управляющих организаций. Иван Носков отметил, что первая проверка снегом обозначила слабые моменты, на которые нужно обратить внимание. Первая у нас тренировка была, прошла не очень удачно, но если с дорожной сетью мы более-менее справились, то тротуары и дворовые территории, к сожалению, даже в таком малом снегопаде и в коротком периоде оставили такой нехороший след, прежде всего, наверное, от жителей возмущения. Иван Носков подчеркнул, всем организациям, занятым в уборке мусора и снега, необходимо работать качественно и оперативно, чтобы не было стыдно перед жителями. Иван Носков призвал не допускать появления снежной каши, которая смерзается и требует больших усилий, чтобы убрать ее. В дальнейшем на участках работ он намерен лично встретиться с руководителями профильных подразделений и предупредил, контроль будет жесткий совместно с Государственной жилищной инспекцией Самарской области, прокуратурой и госавтоинспекцией. В свою очередь город намерен поддержать те управляющие компании и ТСЖ, которые регулярно справляются с поставленными задачами. Администрация города прорабатывает механизм субсидирования работ по вывозу снега с дворовых территорий. Главы внутригородских районов заявили о том, что такая потребность существует особенно в исторической части города, где условия для складирования снега стесненные. Стесненные условия районов, дворы настолько маленькие, что действительно требуется вывоз 100% всего снега, который выпадает. Необходимо этот вопрос решать. И замечательно то, что появилась такая возможность, если она будет реализована, по субсидированию вывоза снега со дворов. Необходимое количество техники – 292 единицы, обеспеченность 100%. Из них 89 собственные, 251 единицы привлеченные. Для проведения ручной моборки имеется 3007 дворников. Необходимо у нас по нормативам 3334, то есть обеспеченность составляет 90%. Напомним, за содержание придомовых территорий отвечают управляющие компании ТСЖ и ЖСК. За уличную дорожную сесть подрядчики Департамента городского хозяйства и экологии. За состояние общественных пространств – профильные муниципальные учреждения и предприятия. А за внутриквартальные и неразграниченные территории – районные администрации и МБУ. Ответственность за уборку снега возле многоквартирных домов, в которых на первых этажах расположены коммерческие организации, несут управляющие компании ТСЖ и ЖСК, которым коммунальные платежи перечисляют собственники помещений, арендаторов, офисов и магазинов, пояснил заместитель прокурора города Самара Артем Телегин. В прокуратуре ведется надзор за исполнением законодательства. Заместитель прокурора города Самара призвал и районные власти самостоятельно и более активно проводить проверки и привлекать нарушителей к административной ответственности. В рамках муниципального контроля есть возможность проводить контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом так называемое выездное обследование. Это отличный инструмент у вас для контроля за управляющими организациями, которые находятся у вас на территории района. Кроме того, в ходе совещания Иван Носков вычеркнул важность своевременного заключения договоров на вывоз снежных масл на специально оборудованные полигоны. По словам руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова, с уличной дорожной сети снег будет вывозиться на три площадки в районе улицы Луны, Абаза, Козелки и на золоотвале БТЭЦ. Департаментом подписаны контракты на содержание этих площадок. Объем снега, который площадки точно вместят, до 760 тысяч тонн. Еще 240 тысяч тонн планируют складировать на частных площадках. Сейчас департамент выходит на проведение конкурсных процедур, чтобы найти подрядчиков. Также озвучили, что управляющие и обслуживающие компании ТСЖ, ЖСК и МБУ заключили 75 договоров на вывоз снега. Управляющие и обслуживающие организации, которые не обеспечат надлежащую расчистку территорий, будут привлекать к административной ответственности. А в некоторых случаях и к уголовной предупреждают прокуратура города. Штравные санкции вправе налагать и административные комиссии внутригородских районов, руководствуясь правилами благоустройства территории города и территории внутригородских районов и законам Самарской области об административных правонарушениях на территории Самарской области. Если от снега и наледи не расчищены, не обработаны реагентами ряд прилегающих к дому территорий, не обеспечен свободный и безопасный проход жителей, возможно наложение административного штрафа на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. За неочищенные от снега и наледи кровли нежилых зданий и козырьков их подъездов на входных группах накладывается штраф на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 60 до 100 тысяч рублей. За неочистку кровель жилых многоквартирных домов наложением штрафных санкций занимаются региональная государственная жилищная инспекция и прокуратура. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства действует положение, а муниципальный контроль в сфере благоустройства, которое, как правило, утверждается решением Совета депутатов внутригородского района. В качестве мер взаимодействия предостережение. Если оно не исполняется, материалы передаются в вышестоящие надзорные органы. Елизавета Прокопенкова, Виктория Шарая, Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Бюджет будущего года стал главной темой заседания городской думы. На 2025 год в казне запланировано 27 миллиардов 255 миллионов рублей в приоритете финансирования социальной сферы. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. В городской думе Самары продолжаются обсуждения проекта бюджета на 2025-2027 годы. Состоялось совместное заседание Общественного совета и Общественного молодежного парламента при думе городского округа Самары. Я уверен, что внимательно, как всегда, вы изучили уже предварительные заключения, предложения и пришли уже в том числе с предложениями. На 2025 год запланировано 27 миллиардов 255 миллионов рублей. На 2026 – 28 миллиардов 950 миллионов. На 2027 – 30 миллиардов 798 миллионов. Объем доходов соответствует объему расходов. Дефицит отсутствует. Проект пока не учитывает поступлений из вышестоящих бюджетов. Бюджет носит социальную направленность, то есть от этой традиции мы не отходим. Основные доходы бюджета остаются те же. И очень надеемся, что при принятии областного бюджета будут предусмотрены значительные средства, которые в качестве субсидий будут выделены для городского бюджета. Должны в бюджете учитываться интересы всех категорий наших граждан, в том числе и молодежи. И молодежный парламент как раз является тем связующим звеном, который позволяет донести интересы молодежи до депутатов. Члены Совета и молодежного парламента единогласно проголосовали за принятие бюджета к рассмотрению на заседании Думы. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Около 2 миллионов рублей составила выгода жителей Самарской области при пополнении транспортных карт через систему быстрых платежей. 20% кэшбэка возвращается на счет в течение минуты после пополнения проездного. Акция действует до 31 декабря. Как воспользоваться выгодным предложением, расскажет Елизавета Прокопенкова. Еще целый месяц жители Самарской области могут получать кэшбэк при оплате проезда в общественном транспорте. Поездки стали выгоднее для тех, кто передвигается по городу в метро, трамваях, троллейбусах и в автобусах. 20% кэшбэка за пополнение проездного через систему быстрых платежей может получить каждый, кто пользуется единой транспортной картой. С начала осени выгода пассажиров общественного транспорта Самарской области от пополнения проездных через систему быстрых платежей составило около 2 миллионов рублей. Жители Самарской области уже ощутили выгоду от акции. Ксения Крылова учится в университете. Постоянно ездит на трамваях и автобусах на учебу. Поэтому приобрела транспортную карту. А как только узнала об акции от системы быстрых платежей, сразу же ей воспользовалась. Пополнять проездное стало еще удобнее и быстрее. А часть суммы от оплаты сразу же приходит назад. Только за месяц на банковский счет Ксении возвращается около 250 рублей. Езжу на транспорте много, пополняю через СБП, еще и кэшбэк приходит. Вообще выгодно получается. Для того, чтобы успеть поучаствовать в акции и сделать поездки более выгодными, владельцам карт нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Здесь же можно подробнее узнать об условиях предоставления кэшбэка. Пополнить транспортную карту можно через приложение ОТК. Оно доступно в Рустор и Гугл Плей для смартфонов на базе Андроид. Важное условие. Пополнить проездной нужно через систему быстрых платежей. И в течение минуты часть средств вернется на ваш банковский счет. Получать кэшбэк в 20% за пополнение транспортной карты можно до 31 декабря. В месяц на банковский счет пассажира при пополнении проездного через систему быстрых платежей онлайн может вернуться до 1000 рублей. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год. В случае просрочки будут начисляться пени. Каким способом удобнее оплатить налоги, выясняли наши корреспонденты. Марина Басамыкина считает, что оплата налогов – вклад в будущее государства и региона. Всегда вносит платеж вовремя, но в этом году не получила уведомления. За ним Марина обратилась в отделение налоговой службы. Сотрудники объяснили, что удобнее всего получать уведомления и оплачивать налоги в личном кабинете налогоплательщика. Меня тут распечатали, показали мне, как в итоге зарегистрироваться в личном кабинете, чтобы потом не было вот этих проблем, чтобы я не ждала на почту, когда придет это. А пришла, вернее, зашла в личный кабинет и там все увидела. То есть там и налоговое уведомление увижу, там за предыдущий год, да. И могу потом на вычет подать декларацию по вычету НДФЛ за обучение, за лечение. То есть это очень удобно. 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год. Оплатить налоги должны собственники транспортных средств и объектов недвижимости, земельных участков, квартир и домов. Внести платеж можно любым удобным способом. Через отделение банков и их терминалы. С помощью электронных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы России или личный кабинет. Для того, чтобы не просрочить платеж, важно получать налоговое уведомление вовремя. Можно подключить такую услугу, получение налогового уведомления на портале госуслуг. То есть это в личном кабинете своем. Для этого нужно направить согласие через портал госуслуг, исключительно через портал госуслуг. То есть такое согласие на бумажном носителе не предоставляется. Через портал госуслуг направляете согласие, подписываете через госключ, налоговый орган получает это согласие. И все последующие уведомления вы получаете в личном кабинете на портале госуслуг. Оплатить налоги за несовершеннолетних детей можно через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно подключить семейный доступ. Для этого достаточно в персональных данных перейти на семейный доступ, нажать на кнопочку «Добавить пользователя», ввести ИНН несовершеннолетнего пользователя и отправить запрос. Затем в личном кабинете уже самого несовершеннолетнего подтвердить этот запрос. И все. Несовершеннолетний будет доступен. Вся информация об исчисленных налогах вашего ребенка будет доступна в личном кабинете родителя. Завтра, 28 ноября, с 9 утра до 8 вечера, жителей Самарской области приглашают в налоговые инспекции на день открытых дверей. Задать свои вопросы по налоговому уведомлению, льготам и вычетам. Желающих подключат к личному кабинету, проведут мастер-класс по семейному доступу и как взаимодействовать через портал госуслуги. В налоговой службе напоминают, оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря. Забывчивость обернется за каждый день просрочки пений. А если оплата так и не будет произведена, то применяются меры принудительного взыскания. Обращение к судебным приставам, арест счетов, запрет на выезд за границу. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. В администрации Самары предупредили об опасности выхода на лед и необходимости соблюдения мер безопасности. В городе установилась среднесуточная температура воздуха ниже нуля. На водоемах начинает формироваться лед. Он превращается в неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой не превышает 5 сантиметров. При выходе на такой лед создается опасность для жизни и здоровья граждан. Безопасной считается толщина не менее 15 сантиметров. Толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Его прочность можно определить визуально. Прозрачный, голубого и зеленого оттенка прочный. Белого цвета в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матого, белого или желтого цвета. Он издреватый и пористый. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Самарцы рассказали, как в их семьях распределены обязанности по дому. У меня три младшие сестры, у каждой свои дела. Одна моет полы, другая пылесосит, третья убирает со стола. Баба зарабатывает деньги по дому, строительством занимается, потому что он строитель. А мама такие бытовые, поменьше дела. Женщина, как всегда, уборка, готовка. Мы жили в частном доме, и у мужа была обязанность натаскать воду, потом ее вытаскать, почистить картошку, лук, потому что у меня слезы стекли. Ходить в магазин, покупать продукты. Прям четких таких разделений, обязанностей нет. Все работаем, все убираемся, все готовим. Мы умеем делать все. Сейчас у нас уже дети взрослые, внуки тоже уже большие. Так что мы вдвоем с супругом. Наверное, больше с пищей связано, приготовление еды. Муж все магазины на нем. Он такой спортивный товарищ, очень шустрый, поэтому он бегает все магазины быстрее, чем я. Я очень многозадачный человек, а когда мне кто-то мешает, например, в готовке или уборке, я начинаю ругаться. То есть мне комфортнее такие дела делать самой непосредственно, нежели чем кто-то будет мешаться под боком. То есть если мне кто-то помогает в готовке, например, мой мужчина, я начинаю злиться, делать медленно и прочее. Мужчина, как правило, у меня зарабатывает деньги, я тоже работаю, но большая ответственность лежит на нем. Такие вещи, которые где-то что-то починить, это одно, а именно повседневные дела, как посудомойка, готовка и прочее, уборка, я делаю сама, поскольку мне это комфортнее. У православных христиан начался рождественский пост, он продлится 40 дней. Праздник Рождества Христова верующий отметит уже в новом 2025 году, 7 января. Как правильно прожить это время, что можно делать, а чего нельзя, узнали наши корреспонденты. Елену Шернину, прихожанку храма Спиридона Тремифунского, крестили еще в детстве. Но, говорит, поверила в Бога годам к 30, а в последние годы начала поститься. Рождественский пост – один из четырех в годовом цикле. Елена уверена, вера – это не просто обряды, а также правила светской духовной жизни. Это изменение своей жизни и само себя к лучшему. Уверена, без помощи священника или религиозной литературы в этом деле не обойтись. Ты точно понимаешь, что у тебя есть тело, у тебя есть душа. И ты понимаешь, что тебе нужно для тела. И ты понимаешь, что тебе нужно для души. И в этом направлении ты начинаешь двигаться, развиваться, узнавать. И что я должна сделать для того, чтобы стать лучше? Время поста – это и жертва, и это работа над собой глубокая. Чем больше ты постишься, тем глубже ты начинаешь в себе копаться и правильно себя собирать. Михаил Зиганзиров прочитал Библию, когда отбывал наказание в местах лишения свободы. Мусульманин – там он принял христианство. И хотя после этого родители от сына отказались, Михаил придерживается своей веры. За 30 лет не пропустил ни одного поста. Во время поста, наверное, Господь Бог дает такую силу, что даже будучи, ну, как бы лишен манейка пищи, ты не ходишь, а летишь с радостью. С радостью летишь и на службу, и на работу. Во время поста до Рождества Христова верующие отметят два праздника. Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, а 19-го вспомнит Николай Чудотворца. Их жизнь – пример достойной духовной жизни. Поэтому рекомендуется 40 дней молиться утром и вечером. Читать псалтырь, акафисты и каноны. Это время добрых дел и меценатства. Пост – что такое? Это действительно дарбровольная жертва Богу. И все миряне, кто выцерковлены, не просто соблюдают кулинарный пост, но еще ходят в храм Божий, причащаются и исповедуются. Это очень важно для всех. Почему? Потому что если ты будешь просто поститься, то это всего лишь диета. В рождественский пост можно употреблять рыбу, растительное масло, а по выходным бокал вина. В последние дни поста с 1 по 5 января эти продукты убирают со стола. А 6 числа в Сочельник верующие голодают до первой звезды. Первое блюдо, которое едят в праздник Рождества Христова – сочево – рис с изюмом и медом. Рождественский пост начинается 27 ноября и заканчивается 7 января. Продолжительность – ровно 40 дней. Пройти этот путь духовного возрождения получается не у всех. Обычно силу православного христианина хватает на первую и на последнюю неделю поста. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации. И профильных ведомств – вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков в телеграм-канале сообщил, что вчера в 23.45 по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провели учебную тренировку вместе с профильными департаментами, пожарными службами, ОМВД по городу Самарии и несколькими УК. По легенде, вышел из строя насос в котельной в Советском районе. Отработали каждый по своему профилю, начиная от ликвидации последствий и заканчивая охраной порядка, обеспечением питания и информированием жителей. Все справились на вопрос, отвечали четко, свои задачи решали на должном уровне, оперативно и слаженно. Глава Кировского района Игорь Рудаков проведет прямую линию с жителями. Об этом он сообщает в телеграм-канале администрации. Глава района обсудит все волнующие вопросы и темы. Вопросы можно задать по ссылке, указанной на экране. Также будет возможность задать вопросы в формате реальной беседы. Присоединиться к эфиру можно 4 декабря в 12 часов. Развитие института семьи, защита прав каждого ребенка и всесторонняя поддержка – важнейшие приоритетные направления работы Департамента опеки, попечительства и соцподдержки «Самары». В городе реализуется множество социальных проектов, благодаря которым улучшаются условия жизни и благополучия семей нашего города. Сориентироваться в меры государственной помощи, узнать о льготах, выплатах и пособиях поможет справочник, выпущенный в 2024 году. Ответы на вопросы, возникающие в различных жизненных ситуациях, а также адреса и телефонных учреждений, в которых можно получить помощь, доступны и в электронном виде по ссылке в Телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары Гис в нашем Телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин